В 24 года он уже командовал отрядом штурмовиков, пускал под откосы вражеские эшелоны и сбивал немецкие мессершмитты. А было дело еще до начала Великой Отечественной Беловчанин Борис Галушкин слыл перспективным боксером и отличником ГТО. В конце 30-х будущий герой СССР даже поступил в Московский институт физической культуры, но вместо диплома получил фронтовую повестку. Все спортсмены благодаря своим навыкам были отличными пилотами, этого очень многие становились. Лыжной смертью называли диверсионные отряды спортсменов-лыжников. Была создана целая бригада Амсбон из спортсменов, это диверсионный отряд, элитный диверсионный отряд. Десятки таких фронтовых историй сегодня можно выслушать в музее физкультуры Кузбасса. В областной столице открылась выставка спортсмена-героя Великой Отечественной Войны «Вклад ГТО». Первые медали, первые победы и, конечно, фронтовые будни. На тусклых черно-белых снимках самые яркие моменты из жизни спортсменов. Под ними личные вещи героев войны. Чтобы завести эту машину времени, достаточно всего двух-трех оборотов. Здесь нет проводов, нет батареек, только механическая ручка. Такой патефон солдаты брали с собой на войну и слушали между сражениями. Здесь и боксерские перчатки, и спортивный диск, и ядро для метания, и даже довоенные скальники. У каждого экспоната свой хозяин и своя история. Вот волейбольный мяч начала 50-х. Такой, что палит толстой грубой нитью, отчего центр тяжести смещался, и снаряд становился непредсказуемым. Подача идет сверху, он мог ниже, выше, и иногда в сторону уйти. Иногда в сторону уходил, и спортсмены принимали, надо было делать такой прыжок в сторону. Среди бывших спортсменов и отличников ГТО – тысячи героев Великой Отечественной. Здесь и победитель СССР первенства по волейболу Анатолий Чинилин, и олимпийский чемпион по гимнастике Владимир Беляков, и чемпион союза по тяжелой атлетике Анатолий Громов. Эти фотографии сотрудники Московского государственного музея спорта собирали по крупицам целых пять лет. Мы действительно сейчас переживаем уникальное время единения. То есть мы все сплотились в период 70-летия победы, и на 9 мая не закончились. И это такое продолжение, которое, уверен, молодое поколение сподвигнет не только помнить подвиг наших дедов и отцов, но и заниматься спортом, быть самим готовым в любую минуту прийти на защиту Отечества. В СССР комплекс ГТО действовал с 31-го года. Кузбасс стал первым регионом в стране, где советские нормы возродили. Еще в 2010-м по инициативе Амана Гумировича Тулеева всех школьников, а позже и чиновников, обязались давать нормативы. Сегодня по указу президента ГТО сдает вся Россия. Смогло бы нынешнее поколение пройти испытания наших дедов, неизвестно. По крайней мере, быть готовым к труду и обороне нужно всегда, пускай и на спортивном фронте. Антон Овачев, Дмитрий Шилов. Новости моего города.